Девчонки, мальчишки, всех очень рада вас видеть на своём канале. Наконец-то пришло время для того, чтобы снимать новое книжное видео. Я немного разучилась вообще видео снимать и разговаривать на камеру, буду где-то повторяться, путать слова. Надеюсь, вас это не сильно раздражает. Последнее время я довольно много читаю, потому что, собственно говоря, у меня сейчас так быт мой устроен, что основное развлечение — это книги. И, в принципе, я этому рада, что я много читаю. И так как я зарегистрирована на LiveLib, читательская соцсеть, которой многим из вас знакомы, которые со мной там дружат, я очень-очень рада, всех я там добавляю в друзья. И там я нахожу много интересных книг по советам разных людей, флешмобы и так далее. Я этому очень рада, потому что со многими книгами я вряд ли бы познакомилась, если бы не зарегистрировалась на LiveLib. И, в частности, вот книги, про которые я вам сегодня хочу рассказать, да, не обращайте внимания на мои руки, только что я снимала другое косметическое видео. Книги, о которых я вам хочу рассказать, это некоторая часть мною прочитанного, просто которые прям запали мне в душу, которые очень-очень мне понравились. Я прочитала и другие какие-то книги, которые вы можете посмотреть, если зайдёте ко мне на страничку. Но я вот расскажу о нескольких, я даже не считала, сколько их штук. Начну я, наверное, с книги автора Маргарет Мадзантини, которая называется «Рождённый дважды». Книга имеет довольно большой рейтинг, 4,5 звезды из 5, и такой вообще я нечасто встречаю на LiveLib, и я её решила скачать. Аннотация была довольно интересна. Нам рассказывается о том, как женщина уже, наверное, ей за 40, если я не ошибаюсь, со своим 16-летним сыном отправляется в город, где, собственно говоря, погиб отец ребёнка. Едут они в город Сараево, где в то время шла война, и нам как бы не рассказывается, как погиб отец до предыдущего времени. Я так понимала, что он погиб где-то на войне, в военных действиях. Автор говорит только, что он был фотографом. Я опять-таки подумала, что он был военным фотографом. И, в общем, нам по чуть-чуть, потихонечку вся эта история рассказывается, постепенно, постепенно. Автор очень неспешно нас так вводит в курс дела. Роман такой довольно длинный. Готовьтесь к этому роман, как пишут. Роман-притча, роман о жизни. Роман вообще не только об этой женщине, об её погибшем муже, не только об её семье, друзьях, ребёнке, но вообще в общем о том времени, суровом, об этой войне бессмысленной. Вы знаете, очень-очень много таких подробностей, много вопросов поднимается, связанных с этим периодом времени. И читать это, с одной стороны, где-то я немножко тормозила, мне было немного скучновато. Я вообще не люблю читать о войне, вот так вот по-честному вам признаюсь, но всё-таки вот что-то было вот такое интересное в повествовании, что я не бросала эту историю. Мне было нужно узнать, чем же всё это закончится. Мы узнаём об этой женщине, об её молодости, о том, как она познакомилась, собственно говоря, со своим мужем, что предшествовало их знакомству, что было потом, как вообще этот ребёнок появился на свет. История, можно сказать, душераздирающая, особенно небанальная концовка, как по мне. То есть я такого конца не ждала. Я вообще, судя по характерам героев, думала, что вот как-то так вот всё кончится, как я вот уже и думала. И сделал уже определённые выводы не очень хорошие о героях. Но книга кончилась совсем не так. И для самой главной героини концовка тоже была неожиданной. То есть концовка её путешествия была очень для неё неожиданной. И вот ради этой концовки, наверное, стоило читать всю книгу. Почитайте. Это действительно что-то такое, ну, по крайней мере, как мне кажется, новое. Это заслуживает внимания. Это заслуживает того, чтобы какие-то разбередить чувства в вашей душе, которыми иногда прячь поглубже. Сострадание, жалость, ещё какие-то более глубокие переживания. Да, есть там такие довольно шокирующие подробности, неприятные. Но, тем не менее, иногда нужно их читать, чтобы не очерствить душой. Так что я очень советую роман Маргарет Мазантине «Рождённый дважды». Почитайте и потом поделите своё мнение. Дальше моя любимейшая, наверное, книга теперь на данный момент. Ну, одна из любимейших, которая называется «Ночное кино». Автор Мариша Песу. Даже не знаю, как начать вообще разговор об этой книге. Тоже я её нашла на Лайвлибе по отзывам. И когда я её начала читать, я, во-первых, очень рада была, что нашла её в электронном формате. Она тоже очень объёмная. Мне очень понравился, как бы, не заголовок, господи, я уже забыла, как называется. Описание книги мне очень понравилось. Книга, как бы, повествует нам о том, что есть такой режиссёр, которого зовут Станислав Кордова. Очень известный, очень популярный режиссёр, который снимает кино в жанре триллер. И, в общем, он уже, на тот момент, как мы включаемся в книгу, уже 30 лет как не появляется на публике, не снимает новое кино. И даже его старое кино достать очень сложно, как-то, в общем, его показывать на каких-то тайных ночных просмотрах. И это не просто кино, это какие-то фильмы-откровения, знаете, после которых люди, там, где-то переосмысливают свою жизнь. Но, тем не менее, это триллеры, это не какие-то драмы, это не какие-то психологические фильмы. Вот. И есть журналист, которого зовут Скотт Магретт, который считает нужным, он журналист, считает нужным вывести этого режиссёра на чистую воду. Слишком много в его биографии белых пятен, слишком странное, слишком страшное у него кино. Но, вот, и так вышло, что его попытка вывести режиссёра на чистую воду не уменьшалась успехом. Наоборот, его журналистская карьера рухнула в тартарары. И на тот момент, когда это всё происходит, единственная дочь этого режиссёра погибает. Это не то, что погибает, а окончает жизнь самоубийством. Её самоубийство выглядит очень странно. И журналист Скотт Магретт решает, как бы, расследовать её самоубийство, понять, к чему тут что, откуда, как говорится, ноги растут, и выйти таким образом на этого известного режиссёра, и своё имя, в общем, обелить и восстановить свою потерянную репутацию. Ну, это вот есть так вкратце о книге. На самом деле, конечно, книга шикарная, на мой взгляд. В ней есть всё. Она и таинственная, она и мистическая, она и психологическая, и где-то есть и комедийная. Но, вот, знаете, я реально как будто погрузилась в неё, то есть как будто я смотрела какое-то кино очень увлекательное, и у меня в голове возникали картины. Плюс к тому очень хорошо, что в электронной версии есть как бы такие вставочки из как бы газетных как будто вырезок, какие-то фотографии. То есть вот мы читаем, например, что Скотт Магретт нашёл такую-то газетную вырезку и изучает её. И следующая страничка – это вот прям сама эта газетная вырезка. И это очень интересно. Кажется, как будто вы прямо находитесь внутри книги. Мне это очень-очень понравилось. Я, ну, можно сказать, первый раз встречаюсь с такими вот иллюстрациями. Это замечательно. Вот. И сама книга не то чтобы… Да, в ней есть, безусловно, такая интрига. И сама интрига раскрывается, я бы не сказала, что прям лучшим образом. Но вот как-то очень интересно. Автор переплёк как бы выдумку и реальность, мистику и нашу повседневность мне понравилось. Всё равно как бы автор предоставляет самому читателю сделать выводы, но очень так тонко-тонко всё обыграно. Я в большом восторге от этой книги. Я не хочу как-то подробно о ней рассказывать, потому что хочется, чтобы вы сами пожили немножко в этой атмосфере. Она меня ещё долго не отпускала, эта книжка, скажу честно. Не часто такое бывает. И я очень радуюсь таким моментам, когда после прочтения ещё какое-то время живёшь в этом мире, думаешь об этих героях, и хочется ещё ненадолго остаться в этом состоянии. В общем, я очень рекомендую книгу «Ночное кино» Мариши. И последняя книга, о которой я вам хочу рассказать. Автор Жан-Кристоф Гранже. Книга называется «Чёрная линия». Жан-Кристоф Гранже для меня вообще особенный писатель. Он пишет такие триллеры, что я просто не знаю. С одной стороны, хочется их прочесть, с другой стороны, хочется отполкнуть от себя, потому что там есть очень шокирующие подробности. И если вы когда-нибудь видели фильм или читали книгу «Багровые реки», о которой я уже рассказывала в своём книжном видео, по-моему, в предыдущем, то вот эта книга «Чёрная линия» — это просто, знаете, если «Багровые реки» — это были ещё цветочки, то «Чёрная линия» — это как раз ягодки. Там всё намного более жёстче. Но в то же время я совсем не жалею, что я прочитала эту книгу. Я даю ей 5 звёзд из 5, потому что такое придумать... Я не представляю, что творится в голове у автора в этот момент, как у него работает фантазия. Но описание такой небольшой книги вам дам. В общем, в одной хижине в Юго-Восточной Азии находят изуроданный труп девушки, и в этой же хижине находят известного спортсмена, который занимается, по-моему, глубоководными погружениями, Жака Реверди. И его обвиняют в убийстве, отправляют в тюрьму. Ну, когда-то он уже подозревался за сходное преступление, но из-за недостаточности улик в тюрьму его не посадили. Сейчас же он находится в тюрьме. И, в общем, один из журналистов, у которого такое очень непростое прошлое, решает понять этого преступника, этого маньяка, почему вот в нём ужились такие две личности, вроде бы известный человек-спортсмен и в то же время такой вот жестокий убийца-маньяк. Но он понимает, что сам этот человек, сам этот маньяк не будет с ним просто так общаться, и он начинает ему писать письма в тюрьму под видом молодой девушки. И, в общем, что из этого выходит, мы узнаём из этой книги. Книга тоже очень длинная, очень запутанная, а изобилует такими разными подробностями, мелкими, не очень, о жизни всех наших героев. У меня были разные состояния, когда я её читала. Когда-то вот прям шло напряжённое такое повествование, хотелось дальше, дальше, дальше читать. Было такое более неспешное чтение, когда я читала спокойно. Было вот прям нистовое такое возбуждение, что же произойдёт. Как же всё это закончится? Были моменты, когда хотелось бросить книгу, но их было немного. В основном всё равно хотелось понять, в чём же суть, в чём же загвоздка, почему всё так. И все герои, которые там есть в книге, они все с двойным дном практически. Так вот как-то вышло. И это тоже очень интересно читать, как вот каждая сторона характера того или иного героя раскрывается. Но в основном, конечно же, говорится о самом журналисте, расследующем это дело и, конечно же, об этом маньяке Жаке Реверди. Тяжёлая книга, реально психологически тяжёлая. Просто страшно, что существуют такие люди на свете, и страшно, что они такими, к сожалению, не рождаются, а такими, как бы, они становятся вследствие каких-то своих жизненных условий. И, не знаю, были моменты, когда реально было мне страшно читать. Такой бы фильм я бы не стала смотреть однозначно, потому что такие фильмы я очень боюсь смотреть, скажем так. Но читать было увлекательно, читать было интересно, хоть и очень страшно. Это вот что-то такое привлекательно отталкивающее. Вот эта книга, она прям вот с одной стороны меня захватила, с другой стороны, когда я её закончила читать, у меня остался такой вот осадок на душе, тяжёлый, который тоже меня не отпускал. Но я всё-таки не жалею, что книгу прочитала, потому что такие эмоции тоже нужно переживать. И мне кажется, что в любом случае что-то эта книга мне дала, какой-то опыт. Так как триллеры такие я не смотрю, но я их читаю зато. И, в общем, я советую любителям триллеров, любителям психологических драм, даже, в принципе, любителям детективов прочитайте книгу «Чёрная линия» Жанна Кристофа Гранже. Я думаю, вы не пожалеете. Вот, сегодня, наверное, хватит. Это были мои любимые книги за последнее время, которыми я очень хотела с вами поделиться. Обязательно увидимся ещё и очень скоро. Всех было рада видеть. И пока-пока.